Немного истории. На фестивале тружеников села Даженки-2016 город Брест был удостоен почетного диплома и денежной премии по итогам областного и республиканского осмотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Полученные средства городские власти решили использовать точно по назначению, передав их предприятию коммунальник на приобретение новой техники, современной и многофункциональной. Ее стоимость порядка двух миллиардов нединаминированных белорусских рублей. Абсолютно логично, что технический прогресс и уже в коммунальной сфере должен применяться. И то, что мы в Бресте купили, наверное, впервые за пять лет вообще добавили технические. Вот эти две машины и один пылесос – это событие для города. Событие, потому что позволит меньшими затратами городского бюджета продолжать делать наш город чище. Событие, потому что позволит сократить ручной труд. Довольно неблагодарный, а с учетом специфики этих машин и довольно небезопасный, потому что наши люди работали на полосе движения, автомобильного движения. Считаю, это правильное использование городских бюджетных денег. Новая уборочная техника действительно была необходима городским коммунальным службам. Три машины значительно облегчат труд дворников и также значительно повысят качество уборки городских улиц, отопавшие листвы, пыли и остатков песко-соляной смеси. Помимо вышесказанного, приобретенная техника имеет систему орошения, позволяющую значительно уменьшить пылеобразование при уборке транспортных магистралей и улиц. Они работают по принципу моющего пылесоса и, что немаловажно, в ручном труде нужды не будет. Привыкшая к нему Светлане Клебанюк, дворнику предприятия «Коммунальник» не верится, но новшество принимает с оптимизмом. Сегодня на смену вам пришла какая техника уборочная? Как оцениваете? Еще не знаем, посмотрим. Надеемся, что будет хорошо. Предприятие «Коммунальник» сегодня – пример для остальных служб, как можно и как нужно внедрять технический прогресс в работу. Он, несомненно, идет лишь на пользу. Напомню, совсем недавно на балансе предприятия «Коммунальник» появилась новая дробильная установка, предназначенная для переработки древесных отходов щепу, которая затем трансформируется в биотопливо. Это увеличивает степень утилизации древесных отходов без нанесения ущерба окружающей среде, а также приносит пользу с точки зрения экологии. Такое безотходное производство – очередной шаг к зеленой экономике. Пока такая машина единственная в стране. Я хочу поставить в пример наших брестских коммунальников другим городским коммунальным предприятиям с точки зрения использования инноваций, с точки зрения использования новых достижений в своем техническом перевооружении. Совсем недавно мы с вами смотрели эту замечательную машину дробильную, которая уже в эксплуатации практически позволила очистить очень многие территории нашего города. И вот очередной шаг, мне кажется, в нужном направлении. Зима не придет к нам неожиданно, говорят специалисты городской коммунальной службы. Все на чеку, в полной боевой. Под пристальным вниманием опасны участки дорог и городских магистралей. Переезды, мосты, широкие проспекты, где из-за постоянного движения порывистого ветра быстро образуются резяные покровы. Техника к встрече с зимой готова. Поэтому несколько минут и первые автомобили уже в пути. Готовиться мы начали еще с лета. На сегодняшний день 85-90% у нас на линии могут выезжать в любой момент. В дежурной смене находятся 10 единиц пескоразбрасывателей, 4 единицы тракторной плужной щеточной техники и один погрузчик. Мы уже месяц назад серьезную работу провели. Коэффициент технической готовности на данный момент 100%. Но я думаю, что еще зима впереди. И чтобы не получилось, знаете, как обычно, все готовы к снегу, кроме коммунальников. Поэтому мной поставлена задача быть во всеоружии. Капризы, погоды такие, что в любой момент можно ожидать чего угодно. Улучшать и увеличивать материально-техническую базу коммунальных служб будут и в дальнейшем. Мы и дальше будем продолжать техническое переоружение. Конечно, и это должно казаться снегоуборочной нашей техники. Она уже морально и физически устарела. Нам надо выходить с учетом активного дорожного строительства на покупку хорошей снегоуборочной техники. И большой, и малой. И войти в каждый двор средствами малой механизации – это тоже один из приоритетов в контексте подготовки города к Тащелесию. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.